Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео, как очистить печень от жира и фиброзных тканей. Здоровая печень. Сейчас в двух словах я расскажу, почему страдает и жиреет печень, но главное, я предложу вам несколько действенных, натуральных, проверенных средств и дополнительных мер для восстановления здоровья печени, для регенерации клеток печени, очищения и налаживания ее нормального функционирования. Печень выполняет в организме более 500 важнейших процессов и задач, главной из которых детоксикация организма. При болезнях и ожирениях печени она не болит, знайте это. А вот разные болезни печени вызывают более половины всех известных проблем со здоровьем. Конечно, есть способы узнать о том, в каком состоянии находится и как функционирует ваша печень. Но об этом я уже говорил в своих лекциях о печени, я выпускал несколько видео и в конце этого видео, которое вы сейчас смотрите, будут рекомендации и ссылочки. Знаете, что в самые главные известные и действенные препараты для печени, которые продаются в аптеках, добавляют один единственный действующий действительно ингредиент. И в этом хитрость корпораций. Но вы это средство можете применять в чистом виде, без химических разных добавок и в больших лечебных дозах. А в этой связи вот вам письмо, собственно, почему я и решил сейчас снять это видео. Александр Сиделкин пишет, добрый день, у вас продается белая расторопша, а как употреблять ее не написано, для улучшения работы печени. Также вы пишете, что пророщенная, но непонятно, до листа или корешка. И как же употреблять пророщенную? Спасибо большое за ответ. И действительно, таких писем приходит много, и потому ответ сразу всем. Как проращивать и потреблять пророщенные семена расторопши? У меня сказано в инфопродукте по печени, вот в этом. Но есть второй способ, более простой. Берете семена расторопши на текущий день, размалываете в кофемолке или в микроблендере и потребляете порошок размолотых семян расторопши по столовой ложке три раза в день, запивая стаканом теплой воды. Начать можно с одной третьей дозировки, постепенно в течение недели увеличить до столовой ложки три раза в день. Даже сверхом. Курс применяется долго, в идеале месяца 8, но печень будет как новая. Это самое сильное на свете, на планете гепатопротекторное средство, знайте это. Аналогов ему просто нет. Кстати, будут вопросы, и потому сразу говорю, приобрести качественные семена расторопши можно, пройдя по ссылочке под этим видео. Под роликом найдете. Внимание, маленькое объявление от меня. 30 сентября в четверг у меня на моем четвертом канале «Совесть и подлость» выйдет очень важный фильм, на который я потратил времени раз в 20 больше, чем на любое видео о здоровье на этом канале. Видео под рабочим названием «Катынь». Виновен ли СССР Сталин Берия НКВД в расстреле польских офицеров в 40-м году, или это сделали немцы, а точнее ССС в 41-м году? Итак, я закрою этот вопрос полностью раз и навсегда. Но этот фильм гораздо шире, несоизмеримо глубже, чем просто дело Катыни. Поверьте, это должен знать каждый. Факты там убийственные, то, о чем люди, особенно молодые, сейчас вообще не знают, да и возрасте тоже не знают. Я непременно советую вам зайти на мой четвертый канал, ссылка будет в описании под этим видео, подписаться на него, и как видео выйдет, сразу же его посмотреть. Кстати, в сообществе этого главного моего канала я тоже размещу ссылку, переход, и как видео выйдет, увидите в сообществе, сразу смотрите. Теперь далее. Знайте также, что голодание запускает процесс аутофагии, то есть очищения на клеточном уровне, особенно в клетках печени. Враг печени это вареные крахмалы, но нерезистентные, не путайте, и молочный белок казеин. Алкоголь, конечно же, стоит на первом месте, и любые яды. Первый удар всегда идет по печени, так как она является главным фильтром нашего организма. Врагами, естественно, любые химические препараты, особенно от паразитов и тому подобное, убивают печень. Знайте, что не жирная пища враг печени, а сахара, более всего фруктоза. Именно быстрые сахара, глюкоза, фруктоза, сахароза вызывают ожирение печени. Жиры не являются врагами печени, но только никогда вы едите и жиры, и сахара в один день, тем более в перемешку. Так это не работает. Тогда жиры пойдут во вред. Чтобы этого не случилось, нужно запустить второй способ получения нашими клетками энергии, то есть перейти с гликолиза, то есть получения энергии за счет расщепления глюкозы, на кетоз, то есть на расщепление жиров. А кетоз работает только тогда, когда человек в пищу не потребляет сахара, а точнее потребляет не более 30 грамм чистого сахара в сутки. И никак по-другому это не работает. Поэтому, если вы стали есть вдруг много жиров, но попутав, не поняв, при этом едите еще и много сладкого, то никогда у вас процесс кетоза не запустится, а жиры пойдут только во вред, так как вы не переключили свой метаболизм на кетоз. И тогда у вас жирная печень, а в перспективе фиброз и далее цирроз. А тогда печень уже не будет выполнять должную детоксикацию организма. Тогда в организме будет накапливаться много токсинов и кортизолы, которые не будут обезвреживаться печенью. У вас будет возникать избыточная усталость, у мужчин увеличится эстроген, возникнут предпосылки различных форм онкологии, и не будет вырабатываться печенью достаточное количество так важной желчи. Что же делать? Первое, убрать вредные продукты, убрать сахара из рациона питания, химию и, естественно, алкоголь. Второе, ввести потребление расторопши, порошка, как я говорил. Только не надо размалывать на неделю вперед, окисление будет происходить, так как компоненты будут окисляться только на один текущий день, на сегодняшний. Принимать можно за 40-50 минут до еды, за час до еды или через час после еды. Третье, ешьте в добавках обязательно аминокислоту метионин и холин, то есть витамин В4. Можно в добавках или, чтобы получить должный уровень, надо есть 4 желтка в день. От кур, конечно, свободного выпаса, а не с химкомбинатов. Дозировка холина должна быть от 500 мг в день до 1000. 4 желтка это 500 мг. Знаете, что холин с этой дозировки начинает растворять жир в печени. Метионин же синтезируется в организме кишечной микрофлоры, но не у всех. Получить его можно, например, с тех же белков и яиц. По питанию более подробно, то есть что можно есть, а что нельзя, посмотрите вот в этом видео, а что же тогда есть. Там все. Четвертое, семена брокколи. Обязательно их проращивайте и ешьте микрозелень до 40 г в день. Как, для чего это делается, смотрите мое видео брокколи. И вообще ешьте как можно больше крестоцветных, различные виды капусты, обязательно квашеную капусту, брокколи и прочее. Знаете, что переход на интервальное голодание, например 6-18, стимулирует печень в расходе запаса гликогена, и тогда печень сможет использовать жир как топливо. Тем более с кето диетой заодно. Но только кето диета должна быть без глупых ошибок. Используйте травы. Самые полезные для печени это листья дуванчика и трава бессмертник. Можно делать на пары. Пятое, обязательно убедитесь, что у вас нет паразитов. Особенно печеночных сосадщиков. Самый страшный из них это аписторх. Заболевание аписторхоз я подробно описываю в своих видео о паразитах. Скажу лишь, что в организме человека-аписторхи живут до 40 лет, они долгожители. А едят они клетки печени, то есть они питаются нашей печенью. Вывести их очень трудно. Антипаразитарную программу я советую проходить любому человеку 2 раза в год. Курс месячный. Курс этот необходим, потому что заразиться паразитами различными можно элементарно. А вред они причинить могут огромный, а мы потом не понимаем, почему у нас те или иные проблемы. И врачи не понимают, откуда же растут ноги, как говорится. Вроде по результатам анализа все хорошо. А вот оттуда. Изучите мои видео на эту тему. Пропейте антипаразитарные наборы обязательно. Тем более, что три ингредиента из набора тоже являются гепатопротекторными средствами. А именно, гриб-трутовик лиственничный, мощнейшее гепатопротекторное средство. Это высший бездиальный гриб, его экстракты определенные. Это вещество хиномоноза в составе препарата гриб-лисичка. И это травяной сбор в виде экстракта. При особо тяжелых случаях применяется очень сильный препарат. Это экстракт коры осины, полученный бестемпературным способом эспинель. Ну а теперь, какие препараты я рекомендую по отдельности и в наборе. Конечно же, семена белые расторопшие. Это основа основ. Второе. Масло семян расторопшие. Полезный дополнительный продукт, но сам по себе он ничего практически не даст. Живо номер три и огневка лонг – это очень сильные комбинации экстрактов трав для печени. Их лучше чередовать помесячно. Месяц один препарат пьется, месяц другой. И далее чередуются еще 2-3 таких курса. Самым эффективным после прохождения, конечно же, антипаразитарной программы, самый эффективный набор, куда уже входит все, это вот этот набор для восстановления печени, который рассчитан на 4 месяца. Конечно, 4 месяцев недостаточно, если у вас уже серьезные фиброзы или тем более цирроз печени. Но как основа, как начало – это очень важно. Если у вас серьезные проблемы с печенью, лечение общее может занять до года. Перерывы делать нельзя, чтобы не сбить лечебный накопительный эффект. Советую применять протеин 4 в 1. Шестое. Если вы по какой-то причине не хотите наши препараты, есть, к примеру, в Кораллум-клубе действительно хорошие средства – это фандетокс и заферан. Принимать их необходимо совместно. Там есть два типа приема. Например, запаривается как чай. Если захотите их купить там, то промокод, чтобы была скидка 20% в Кораллум-клубе, я дам под видео. Перейдете по моей ссылочке на страничку, зарегистрируетесь, и сможете уже по клубной цене приобретать продукцию Кораллум-клуба. Не вся эта продукция хороша. Вот эти два препарата очень хороши. А лучше всего, правильнее сделать так. Сначала пройти вот этот набор 4-х месячный для восстановления печени, а потом уже применять еще месяцев 6-7 чистую расторопшу, то есть порошок семян расторопши, как я уже говорил, и дополнительно фандетокс с зафераном. Вот до оставшейся цифры в один год от начала курса лечения. Ну а теперь в завершении скажу, что обязательно посмотрите следующие мои видео. Кетопитание. Калории. Первые признаки больной печени, как их видно по ногам. Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, болезни и лечение. Гепатит АБЦД. Листья одуванчиков. Бессмертник. Как убрать жир в живот бока. Инсулинорезистентность. Почему нельзя есть после 16.00. Интервальное голодание. И другие видео, о которых я сегодня говорил. Итак, под этим видео, чтобы ничего не пропустить, будут ссылочки на все эти видео, которые я считаю, что тем людям, кто хочет понять все о печени, знать, как ее лечить, посмотреть просто необходимо. Также под этим видео будут ссылки на все те продукты, наборы, которые я сегодня рекомендовал вам. На этом, пожалуй, все. Да, и не забудьте, у меня есть еще три канала на ютубе. Первый, вы на нем сейчас находитесь. Второй, жизнь на земле. Про мое хозяйство, земледелие, экостроительство. Третий, о продуктах питания. И четвертый, который называется совесть и подлость. Самый главный из всех моих четырех каналов. Он о том, что гораздо важнее здоровья и даже жизни. Посмотрите и сами все поймете. Ну, а на этом, пожалуй, все. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну, а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.